Женщины, конечно, когда-нибудь меня погубят. Я это точно знаю, но все равно ничего не могу с собой поделать. Люблю я их, как коток вертихвосток, всеми фибрами своей драгоценной души. Как увижу длинную косу да румяную мордашку, аж на месте подпрыгну, так мне хочется побыстрее красавицу постель затащить. Их всех люблю, ховненьких, пышечек, умненьких и глупеньких, черненьких и беленьких. Я парень непривередливый, не любая в радость. Вот и не получается у меня подолгу с одной задержаться. Я вообще люблю жить красиво. Наружить у меня Бог не обидел, спасибо папаше покойному Аполлинарию. Красивой был мужчина, коньхом служил к негирне и растопченной. Правда, заворотник только крепко закладывал, его по пьяному делу необъезженная кобыла и зашибла. В барском доме я и нахватался дворянских привычек. Староха мне благоволила, одевала хорошо, обещала в университет отдать. Бес попутал, княгиня своей племенницей застукала. Выгнали с позором из имения, оказался я сиротинушкой на улице. Мамаша-то моя природа скончалась, когда меня на свет производила. Бес стал сильным, с помоек питался. Петербург город жесткий. Думал, уже смерть моя приходит. Тут меня дядя Яша подобрал. Дядя Яша – карточный шулер. Ему шустрый мальчишка был нужен. Не карты посмотреть, а где икрапленную подсунуть. Сначала я был на подхвате, бегал, подай, принеси. А потом дядя Яша сделал меня полноправным партнером. Лихо мы по стране колесили, гуляли, королесили. Дядя Яша одесским манигациантом представлялся. А я смешно-то как. Двоеверным племянником в Невье Ростопчине. Пока год назад в Нижнем на ярмарке мы на Архангельских кубцов не нарвались. Те нас раскусили. Я успел здесь сбежать. А вот дядю Яшу в казенный дом отправили. Уже не знаю, жив ли бедолага. С такого дня я единоличный хозяин в деле. Зарабатываю я много. Ношу синий костюм-тройку с пурпанным шейным плотком и кремовые штиблеты. Курю ангельские папиросы, которые даю стою из серебряного портсигара. И сверяю время по швейцарским золотым карманным часам. Жизнь удалась. А чего ей не удастся-то? В конце девятнадцатого века живем. Не хухры-мухры. Прогресс прет, как беговая лошадь на скачках. Паровые машины по земле ездят и по воздуху летают. Электрический свет и телефон в каждом доме в самый последний халупин. Одним словом, вокруг всеобщее процветание и благоденствие. И царь у нас добрый и справедливый. Ну вот, лежу я, значит, с Машей в постели. Маша – моя новая пассия. Я с ней недавно на улице познакомился. Сразу отвел в ювелирный магазин. Серебряное колечко подарил. Потом в ресторан. Как водится к себе. Я в нежной дреме. Маша рассматривает кольцо. Красивое колечко, говорит Маша. Только я тебе так скажу, Матвеичек. Нашей царевне такое кольцо из Парижа доставили просто прелесть. Оно, наверное, миллион стоит. А у тебя что, царевна в подружках? Я во дворце служанка. Каждую улицу царевни с постель перестилаю. Вот такое бы кольцо украсть. Продать, сбежать в теплые страны. Ценем у меня и бездельничать. Денег-то на всю жизнь хватит. Что же не украдешь-то, лениво произношу я. Я боюсь. Маша продолжает целовать меня. А ты, парень бывалый, у тебя получится. А как же я во дворец-то попаду? Там гвардейцы на часах. А я тебя проведу. Маша меня опять целует и улыбается. Знаю одну тайную дверцу. Через нее царевна на свиданке бегает. Шалава! И еще та. Выставил я, значит, Машу. Налил венца. И задумался крепко. Меня всегда тянуло к аристократкам. И княгиня Растопчина. И особенно ее племянница были стать как хороши. Царевна вообще высшая опрова. Овладеть ей она мне и колечко подарит, и любую прихоть исполнит. Скромничать не буду. В койке я Геракл. Шалавой, кстати, Маша ее назвала. А куда ей деваться-то? Нагуливается, пока замуж не выдали. У лучших особ судьба незавидная. Этикет, денная, ношная. И любимый муж в придачу. В следующую ночь я стоял уже у тайной двери. И ждал, когда Маша ее откроет. В небе светилась яркая, сочная, ядовито-желтая луна. В полнолуния, подумал я. Плохая примета, хоть и не очень суеверный. Ладно, задний ход давать поздно. Во дворце было тихо. Я прокрался к спальню царевны. Она спала на животе. Ночная рубашка заголилась, показывая неровным лунном свете очаровательную попку. Я взмолился всем богам и ринулся вперед. Царево взвизнуло и стало подмахивать. Минут через двадцать красавица открыла ей глаза и сказала. Ты, Матфей Воронцов? Ага, сказал я. А ты откуда-то знаешь меня? Машка все уши протяжала. Какой ты классный любовник. Мы с ней вместе на блядке бегаем. Неожиданно, сказал я. Похоже, я попал. Попал. Чья-то мощная рука подняла меня за волосы так, что я встал до цыпочки. Краем глаза я покосился и увидел здорового мужика метра под два ростом. Сплошная гора мыш. Постыдное чувство страха заныло внизу живота. Эй, дядя, ты кто? Пробормотал я. Это Ярик, сказала царевна. Мой телохранитель. Бережет мою честь и достоинство. А что-то он задержался, ухмыльнулся я. Ярик сжал мне плечи стальными тисками. Не сообразил! Замыл я. Шутка оказалась неудачной. Туповат я. Нет, Матвей Воронцов, сказала царевна. Ты не тупой. Ты наглый выше всякой меры. Это ж надо царевну. Ее ж в собственной спальне изнасиловал. Да и еще собрался родовое кольцо спереть. Каторга тебя ждет, в лучшем случае. А то и кол. Царь-батюшка, конечно, добрый человек. Но когда в ярости лучше ему на глаза не попадаться? Какие есть варианты? Быстро спросил я. Есть варианты, сказала царевна. Ты про птицу Феникс слышал? Это из сказки. Я сделал задумчивое лицо. Так чего-то слутно припоминаю. Это из яви. Веско сказал царевна. Птица с телом женщины. Далеко она живет. В лукоморье за семью морями и девятью горами. Очень мне ее волшебное перо нужно. Доставишь. В любовниках так и быть оставлю. Может. А может еще и заветное колечко подарю. А чего бы и не достать, бодро сказал я. Бешеной собаке тридцатьверстный крюк. Только ресурс нужен. Денег побольше. Машину паровую. Что по воздуху летает. Дорога-то дальняя. Чтобы не оскоробиться в пути. Восхитительный ты нагреться, Матвей Воронцов. Рассмеялась царевна. Будут тебе и деньги, и машина паровая. А что бы ни щадил, волком в лес не смотрел. Ярик с тобой пойдет. Понял ты? Ну как тут не понять, сказал я. Пойду тогда котонку собирать. Сухарики сушить. Пойдем, приятель. Ярик положил мне на плечо пудовый кулак. Мы теперь с тобой друзья. Надолго.